У меня поликистоз почек обнаружили. Этот аппарат, в общем, продляет жизнь мою. У меня отец умер 47 лет от того же самого. Я, в принципе, хочу жить. Продлить жизнь Романа Романенко, как и многих других пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, можно с помощью аппарата «Искусственная почка». Процедуру гемодиализа каждый пациент должен проходить больше 150 раз в год. То есть приходить в это отделение три раза в неделю и лежать в среднем по 4 часа. До недавнего времени в отделении гемодиализа городской больницы номер 4 было всего 7 таких аппаратов. Теперь их 11. А значит, лечение здесь смогут получать 60 человек. Мы работаем самыми современными, самыми лучшими диализами, фильтрами, самыми лучшими расходными материалами. Поэтому, как правило, с очисткой крови у наших пациентов в процессе процедуры гемодиафильтрации проблем у нас никогда не возникает. Это такое заболевание, которое предполагает собой в своей терминальной стадии либо прохождение процедур искусственной почки пожизненно, либо прохождение процедур почечной заместительной терапии, то есть искусственной почки, до того момента, когда человеку будет пересажена донорская почка. Программа трансплантации органов в Краснодарском крае развивается стремительно, и уже десятки сочинцев стоят в очереди на проведение такой операции. Кстати, в отделении гемодиализа 4-й горбаницы обслуживают не только местных жителей. Для так называемой гостевой терапии потребуется подробная выписка из диализного центра по месту жительства, результаты анализов на ВИЧ, гепатиты, паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Самое главное, подчеркивают врачи, это своевременное обращение. Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, нужно регулярно сдавать анализы. Все необходимые исследования проводятся не только в коммерческих лабораториях, но и в муниципальных поликлиниках. Во второй, например, которая находится в Адлере на улице Гудаутская, появился новый автоматический биохимический анализатор. Он позволяет проводить биохимические и турбидиметрические тесты. В настоящее время в нём запрограммировано около 60 тестов, но он постоянно увеличивается. Биохимический анализатор может за час определять до 400 показателей параметров крови и одновременно загружает 135 образцов. Результаты анализов готовы в течение трёх часов. Такая современная аппаратура не только предоставляет точную информацию, облегчает работу лаборантов и врачей, но и экономит время пациентов. В следующем году мы планируем запустить у нас в лаборатории информационную систему. То есть, придя в лабораторию, когда принесут пробирку, она, отсканировав её, она попадает в электронную базу. И, пройдя через все анализаторы, автоматические результаты будут привязаны именно к определённому пациенту. Таким образом, все результаты анализов будут представлены в электронной базе, доступ к которой будет как у лечащего врача, так и пациента. А главное, что и бесплатная медицина может давать высокоточные результаты, обеспечивать качественное и комфортное лечение. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.